В этом уроке мы продолжим закреплять тему сохранения файлов в программе Блокнот. Для начала, естественно, запустим программу Блокнот. Нажимаем на кнопку Пуск, выбираем все программы, переводим курсор мыши на пункт Стандартный и щелкаем по программе Блокнот, один раз левой кнопкой мыши. Запустилась уже знакомая нам программа Блокнот. Давайте напечатаем простое поздравление с Новым Годом. Уважаемый Александр, поздравляем вас с Новым Годом, желаем успехов. Теперь давайте сохраним этот файл в папку Мои документы. Нажимаем команду меню Файл, выбираем команду Сохранить как и давайте назовем этот файл Поздравление Александра. Если вы помните, то мы вводим имя в строке имя файла, затем выбираем то место, куда мы хотим сохранить наш документ, наш файл. В данном случае это папка Мои документы. И нажимаем на кнопку Сохранить. Все, процедура завершена. Давайте закроем наш блокнот и посмотрим на сохраненный файл. Откроем папку Мои документы двойным кликом левой кнопкой мыши и найдем наше поздравление. Откроем наше поздравление двойным кликом левой кнопкой мыши. Теперь давайте напишем поздравление для Дмитрия. В этом поздравлении достаточно просто изменить имя. Встаем в конец имени Александр. С помощью клавиши Backspace на клавиатуре стираем имя и пишем имя Дмитрий. Дмитрий. Теперь выбираем команду Сохранить как. Файл. Сохранить как. Щелкаем в поле имя файла, стираем слово Александра и пишем Дмитрия. Нажимаем кнопку Сохранить. Обратите внимание, что место сохранения осталось прежним. Мои документы. Нажимаем. Закроем данное окно. Посмотрите, появился новый файл поздравления Дмитрия. Почему новый? Потому что мы выбрали команду Сохранить как и присвоили файлу новое имя. Давайте откроем этот новый файл двойным кликом левой кнопкой мыши. Это очень удобно. Мы не переписывали заново все поздравления, просто поменяли одно слово. Давайте сделаем это еще раз. На этот раз встанем в начале слова Дмитрий и с помощью клавиши Delete на клавиатуре удалим имя Дмитрий и поздравим Алексея. Теперь сохраним в новый файл с помощью команды меню File сохранить как. Обращаю ваше внимание на то, что если бы мы сейчас выбрали команду Сохранить, то все исправления автоматически сохранились бы, файл с именем поздравления Дмитрия. Нам это не надо. Именно поэтому мы выбираем команду меню File сохранить как, чтобы создать новый файл. Итак, щелкаем. В поле имя файла щелкаем еще раз. Стираем с помощью клавиши Backspace слово Дмитрия и набираем Алексея. То есть создаем файл с новым именем. Место сохранения осталось прежнее. Мои документы. Теперь давайте закроем наше окно и убедимся в том, что создано три разных файла. Поздравление Александра, поздравление Дмитрия и поздравление Алексея. При этом использовался изначально набранный текст. Просто каждый раз менялось всего лишь только имя. При этом мы использовали команду Сохранить как и каждый раз сохраняли файл под другим именем. В итоге у нас получилось три разных файла и три разных поздравления. На этом практический урок закончен.